Здравствуйте, друзья! В этом видео я продолжу вас знакомить с системой управления умным домом Home Assistant и мы поговорим про тип устройств, которые называются бинарные сенсоры. Что это такое, какие бывают классы бинарных сенсоров, примеры использования и создания кастомных многокомпонентных бинарных сенсоров. Как следует из названия, бинарные сенсоры – это те сенсоры, которые могут иметь лишь два состояния – логический ноль, либо единица – включена или выключена. Для удобства использования в Home Assistant бинарные сенсоры имеют разделение по классу устройств. Например, датчик движения – его логическая единица включена, определяется как наличие движения, логический ноль определяется как отсутствие движения. Датчик открытия – то же самое, открыто, либо закрыто. Более того, для того, чтобы подробнее разделить эти датчики, сделан отдельно как датчик окна и датчик дверей. Здесь даже есть такой класс, как гаражные двери. Аналогично и другие датчики. Датчики дыма, датчики вибрации, датчик замка, датчик утечки газа и все остальное. В системе все эти датчики, кроме интерпретации и их действия, имеют еще собственные иконки, каждая из которых соответствует классу устройств. Откуда берутся в системе бинарные сенсоры? Например, через интеграцию. В частности, платформа Xiaomi Acara затягивает систему шлют Xiaomi и все подключенные к нему ZigBee устройства, в числе которых так много бинарных сенсоров. Уже упомянутые датчики движения, открытия, дыма, протечки. Вот, например, сейчас покажу, как это выглядит. Вот это датчик дыма, затянутый в систему. Датчик открытия, который прописан как дверь. Здесь нарисована дверь. Датчики движения, датчики протечки в виде капель. Есть, имеется датчик окна. Он рисуется как окно. Вот это закрытое окно, вот это открытое окно. В качестве еще одного примера интеграции можно привести, например, уже упоминаемый мной ранее, ESP Home. К примеру, Bluetooth Tracker. Он тоже затягивает систему бинарные сенсоры. Например, сенсор присутствия по браслету, по часам моим. Если часы мои находятся в зоне действия Bluetooth шлюза, он их определяет и показывает, что вот этот бинарный сенсор включен. То есть я есть, вернем, часы мои есть в зоне действия. При этом, как следует из названия, датчик, например, какой-нибудь посмотрим, температуры и влажности, не является бинарным сенсором, так как он имеет цифровое значение, изменяемое в достаточно широком диапазоне. Кроме этого, можно прописать сенсоры вручную. Конкретные примеры я приведу чуть позже. Для этого в файле Configuration.yaml необходимо прописать, если у вас еще, конечно, такого нет, домен бинарные сенсоры. После этого сами бинарные сенсоры можно прописывать прямо в этом же файле, продолжая текст, немножко отступив справа. Тогда система будет понимать, что все написанное ниже относится именно к бинарным сенсорам. Например, так. Здесь немножко поправим отступ. Вот. Вот теперь этот бинарный сенсор будет опознан системой и корректно работает. Если нет желания раздувать основной конфигурационный файл, что, в принципе, правильно, можно последовать, вот, к примеру, выше и вынести бинарные сенсоры в отдельный файл. Например, так. Все. Теперь все бинарные сенсоры в системе будут смотреться в файлике Binary Sensor, который находится в корневой папке конфиг. На своих рабочих серверах я пошел немножко дальше. И у меня все бинарные сенсоры находятся прямо в отдельной папке. Вот этот домен Binary Sensor. Здесь вложено список файлов, находящихся в директории, includes Binary Sensor. Все файлы с расширением ямы, которые находятся здесь, includes Binary Sensor. Все эти файлы, все, что в них содержится, определяются системой как бинарные сенсоры. Все файлы будут проверяться. Если говорить об экосистеме Xiaomi, то к бинарным относятся датчики движения, открытия, датчики обнаружения дыма и утечки газа и датчик протечки. Также к этому классу относятся и кнопки, и логические выключатели. Потому что они тоже, по сути, имеют два состояния, 0 или 1, включено или выключено. А такие события, как двойное нажатие, нажатие с удерживанием, это уже интерпретация системы. Также к классу бинарных сенсоров относятся кубик и датчик вибрации. И это несмотря на то, что каждый из этих датчиков может генерировать большое количество состояний. Все дело в том, что в кубике и в датчике вибрации содержится просто несколько вот таких вот сенсоров-акселерометров, каждый из которых тоже генерирует свое собственное состояние 0 или 1. И которые уже интерпретируются системой, как, например, подброс кубика, переворот, переворот на 180 градусов, там, двойной тап или вибрация. Если с физическими датчиками, бинарными сенсорами все более-менее понятно, вот они перед глазами, то о логических, которые необходимо создавать вручную, стоит поговорить поподробнее. Я расскажу о тех интеграциях, которые нашли применение в моей системе. Платформа PING, раздел «Бинарные сенсоры», предназначены для определения устройств в сети по IP-адресу. Если устройство отвечает на PING, сенсор включен, не отвечает – выключен. Дополнительные параметры – это имя устройства, количество отправленных пакетов, если этот параметр не прописать, будет по умолчанию 5 пакетов отправлено, и интервал для сканирования. По умолчанию 5 минут, если прописать, можно указать интервал в секундах, в моем случае 30 секунд. Следующая платформа – Workday. Эти сенсоры помогают определить – это будний день, либо выходной. С указанием кода страны оно еще берет национальные праздники. Вот пример. Вот форма Workday для страны Украина. Оно различает будние дни – в этот день данный сенсор будет включен. И праздничные и выходные дни – в этот день сенсор будет выключен. Пример автоматизации с использованием этого сенсора я покажу чуть-чуть позже. И следующие сенсоры, которые у меня прописаны в этом же файлике – тот. Это называется Sensor Time of the Day. Этот сенсор предназначен для более гибкого управления интервалом времени. Здесь указывается, кроме имени сенсора, понятно, интервал после и до. Между вот этим интервалом заданного времени, вот, например, ночной сенсор будет между 22.00 и 6 утра, этот сенсор будет включен. В другое время этот сенсор будет выключен. Этот сенсор позволяет при использовании в автоматизациях более гибко управлять временными интервалами. Нет необходимости делать какие-то интерпретации по времени. Вот. И изменение вот этого временного интервала только в одном сенсоре автоматически применит изменения во всех автоматизациях, которые его используют, что удобнее. Также есть сенсор, который можно использовать, тот, в которых можно использовать значения заката и рассвета. Таким образом, можно получить полный световой день сенсор с восхода до заката и полная световая, так сказать, ночь без света, которая будет идти, соответственно, с заката до рассвета. Эти значения зависят от ваших координат, прописанных в файлике configuration.yaml, и в течение времени года эти значения будут меняться. И еще один бинарный сенсор, про который я уже упоминал, это сенсор, относящийся к платформе ESP-Home. В частности, это платформа определения Bluetooth-устройства. Она работает, похоже, по принципу сенсора PING, только определяет не сетевое устройство по IP-адресу, а Bluetooth-устройство по MAC-адресу. Вот, например, таким образом. Каждое из устройств, прописанное здесь, имеет свой собственный MAC-адрес, и как только Bluetooth-сканер шлюза ESP32 обнаруживает это устройство в зоне видимости, он тут же определяется здесь, как наличие устройства. Вот, к примеру, мое устройство, я есть в системе, уровень сигнала, а здесь виден именно бинарный сенсор. Раз включено, значит, я есть в зоне видимости. Конечно, показанные мной примеры, это далеко не полный список бинарных сенсоров, существующих на платформе Home Assistant. Но для понимания принципа, думаю, достаточно. Такие сенсоры могут использоваться в автоматизации, в качестве триггеров, либо условий. Давайте посмотрим некоторые примеры. Включение освещения при открытии двери. Эти примеры я буду показывать на GitHub, где вы тоже можете посмотреть все мои файлы конфигурационной автоматизации сенсоров. Ссылка в описании под видео. Итак, открытие входной двери. Это состояние определяется по датчику открытия, который меняет свое состояние с состояния OFF на состояние ON включенной. Используется платформа State, состояние. В действии при выполнении этого условия запускается скрипт, который включает свет. Конечно, в принципе, вот эту вот строку, from off, можно убрать. И сценарий будет точно так же отрабатываться при открытии двери. Но в таком случае он так же будет выполняться и при временной недоступности сенсора статуса available. Например, при перезагрузке шлюза. А вот для датчика протечки, неважно из какого состояния он перешел во включено, если есть протечка, это нужно устранять. Поэтому тут специально убрана строка from. Но при выполнении следующей автоматизации протечка устранена. From опять на своем месте, чтобы не было ложных срабатываний при временной недоступности этого датчика. Следующий пример, в котором триггером будет не состояние бинарного сенсора, а событие. Платформа называется Event. В ней имеются различные типы событий. Например, Xiaomi Akara Click. Оно различает одиночное, двойное, длинное нажатие, а также момент отпускания кнопки после длинного нажатия. Нужный вариант прописывается в строке Click Type. Для кубика тоже имеется свой тип события. Это Xiaomi Akara Cube Action. Вот бинарный сенсор куба. Здесь различаются тоже все варианты манипуляций с этим кубом. Перевороты, постукивание, в данном случае, например, свободное падение. Это действие, когда нужно подбросить и поймать кубик снова. Похвастаться своим событием также может и датчик вибрации. Тип события называется Xiaomi Akara Movement. Он также определяет то действие, которое было выполнено непосредственно с этим датчиком. Также состояние бинарных сенсоров может отрабатываться как условие сценария. Например, в данном случае, сценарий, который отвечает за запуск увлажнителя воздуха, проверяет состояние сенсора окна. И запустит увлажнитель только в том случае, если окно закрыто. Состояние OFF. А в этом случае автоматизация, которая запускает бойлер, проверяет статус бинарного сенсора Workday. И данный сценарий, который запускает в 5 утра, будет включаться только когда состояние бинарного сенсора Workday ON. То есть это будет будний день. Если это будет выходной, состояние бинарного сенсора OFF, то бойлер включится позже, в 8 утра. Причем работает это не только для субботы, воскресенья, выходных дней, но и срабатывает на государственные праздники. В этом примере состояние сенсора TOT, Time of the Day, вынесено в Action. Здесь тоже выполняется в качестве условий. При включении люстры устанавливается автоматическая яркость. Если бинарный сенсор ночь включен, яркость устанавливается 25%. Если включен бинарный сенсор день, яркость устанавливается 75%. В других случаях, это раннее утро или поздний вечер, яркость устанавливается 50%. И напоследок расскажу про варианты кастомных сенсоров, созданных вручную. Классический пример. Это сенсор движения, построенный на нескольких физических датчиках. Он включится, если хотя бы один из перечисленных в условии сенсоров будет регистрировать движение. Для этого используется логическое или. Такой сенсор будет удобно использовать в автоматизациях, условиями или триггером которых будет проверка на движение в больших помещениях с несколькими датчиками или во всем доме. Аналогично можно сделать, например, сенсор открытия окон, который будет активен, если в доме открыто хоть одно окно. Аналогично могут работать, например, сенсоры сигнализации, в которых будут перечислены датчики, например, утечки воды, либо дымовые датчики, либо утечки газа. Про более сложный кастомный сенсор я начну, начав немножко издалека, с автоматизации. В данной автоматизации, которая управляет увлажнителем, которая запускается каждые три минуты, используя платформу Time Pattern, каждые три минуты, проверяется большое количество условий. Первое условие, конечно, это то, что увлажнитель выключен. Здесь то, что уровень влажности менее 45%. Далее идет время работы. Эта автоматизация работает с 8 утра до 21 час 59 минут вечера. И проверяются два датчика открытия, так как в комнате имеется выход на балкон, проверяется датчик, закрыто ли окно на балкон и проверяется датчик, закрыта ли дверь на балкон. Оба этих датчика должны быть выключены, то есть все должно быть закрыто. Выключение и увлажнение действует немножко по-другому. Здесь в качестве триггера используется сенсор влажности, если более 55%. Если открывается либо окно, либо дверь на балкон, либо наступает событие 10 часов вечера. И в таком случае, если увлажнитель включен, он выключается. Все в принципе работает, все нормально, но согласитесь, несколько громоздко. Поэтому я решил собрать все условия, которые необходимы для включения увлажнителя в одном бинарном сенсоре. Вот назвал его так. Итак, какие же здесь есть условия? Условия то, что окно закрыто, условия то, что дверь закрыта. Здесь я добавил дополнительное условие, которого не было в первом сценарии, это включение настольной лампы. Она должна быть выключена, потому что увлажнитель стоит на столе, и если лампа включается, за столом работать, то увлажнитель дующий прямо в лицо не очень удобно. Также сюда включено состояние сенсора влажности, которое должно быть менее 55%, и сенсор ТОТ. Это тот сенсор, который работает только в дневное время. Здесь используется логическое И. То есть здесь ни одно из этих условий должно выполняться. Здесь абсолютно все условия должны выполняться для того, чтобы этот датчик был включен. То есть должно быть это все одновременно, и закрыты окна, и выключена лампа, и влажность менее 55%, и должно быть дневное время. Также сюда, для примера, я добавил возможность смены иконки. Проверяется, если этот сенсор, вот именно этот сенсор, вот он так называется, бинарный сенсор, включен, тогда иконка у нас выглядит в виде такой капельки воды. Если выключен, она выглядит в виде увлажнителя воздуха, что говорит о том, что увлажнение в данном случае не нужно. Как выглядит сценарий при использовании вот такого вот сенсора? Причем, как видите, еще раз покажу, в его условиях есть не только другие бинарные сенсоры, но и светильник, и сенсор влажности. Теперь давайте посмотрим на точно такой же сценарий, в который, кстати, добавлено еще дополнительное условие в виде настольной лампы, теперь с таким сенсором. Ну, триггер такой же, каждые 3 минуты. Два первых условия, выключенный увлажнитель и влажность менее 45% остались. И далее вместо трех условий добавлен только один сенсор. Раньше здесь у нас было два окна и проверка времени, после этого включается. А в выключении увлажнителя уже вместо этой пачки целых четырех, которая была ранее, это два окна, это датчик влажности и время. Здесь только один вот этот комплексный сенсор. Если он переходит в состояние выключено, а он перейдет в состояние, если хотя бы одно из пяти, здесь уже пять условий, не будет выполняться, то тогда увлажнитель, если будет включен, он выключится. Таким образом можно оптимизировать сценарий, создавая большое количество различных состояний, запихивая их в условии одного бинарного сенсора. И если при условии И хоть одно из них не будет выполняться, либо при условии ОР или хотя бы одно из них будет выполняться, тогда этот датчик будет включаться, либо выключаться. Вот так работает этот сенсор. Увлажнитель включен. Если выполняется хотя бы одно из условий, открывается окно, либо открывается дверь, увлажнитель отключается и статус датчика меняется на противоположный. Если окно закрыть, либо дверь, обратно возвращается статус увлажнения, готов к увлажнению и в течение трех минут, если он не поменяется и влажность будет менее 45%, увлажнитель снова включится. На этом все. Надеюсь информация, показанная в этом видео, была вам интересна и пригодится для настройки вашей системы. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok